Да, отлично. Все, ребятки, мы в записи. Так что, пожалуйста, неприличных слов не подносите больше. Спасибо. Так, давайте... Это чуть-чуть. Ага, это мы... Ага. Ага, ага, ага. Скажи, где я не была в прошлом. А я сам не знаю, где. Я что-то не вспомнил. Ага, ага. Вот, Наташа, вот вы нам и скажете, где вы. Да, ну, наше. Эль нутлины цим миласпухайны на саму-то. Да, это было. Да, это было. Вы шаги, шаги баспухайны вымит на али-а, а шаги вьет на али-а, а шаги вьет на али-а. Мима ганы бот-най, вы амара в шешет не шуба бе-акива, а минай лицеса таша сурим кольщи-у-аач, на аль-а-а-а, вот там я па-па-пам. Это, по-моему, было, да? Там мы говорили про Каркев. А, значит, я совсем... Но мы еще не в записи, да? Нет, мы уже в записи. Как про Каркев? Вы действительно говорили про Каркев? Про кого? Не, ну, по-моему, вы ошибаетесь. Вот, 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 зор. А, вот, мы говорили про тна, это я помню. Вот, это вот мы говорили, а ва-ля-цы-и-сукады халах ду-ша-а-ла-эту, ит-кут-суш-ли-шив-а, умаиш-на-ми-а. Вот, вот здесь мы остановимся, папа. А что точно тна, что мы в записи? Да. А что, в чем проблема? Вот это, в смысле, в том, в котором это страница слушает? Все равно здесь записи никто не слушает, ребята. Нет, во-первых, нет, во-вторых, это не читали. Вот, я и говорю, не читали. Мы в ламы дамут бет, совершенно верно. Мы просто не дочитали этой судьи, у нас кончилось время, и я, наверное, торопился и не смогу чуть-чуть пять минут читать дальше. А там вот, значит, вопрос был такой. Вот у нас, грубо говоря, можно разобрать на дрова суку. Вот. Суку в супок. Нет, про суку в двор. Теперь, да, ответ вроде бы нет, нельзя. Теперь, дальше у нас, как бы, теперь вопрос. А если он сказал, что он разберет ее на дрова, тогда можно или нет? Суккот не решает. Вроде бы нет. До суккотов, смотри. Да, до суккотов. А сидели где? Ну, он второго построит, например. Это обещание, потому что он может быть. Нет, никто не сказал, что можно. Потому что, что суккур забрать, нет. Нет, не, суккур забрать, это харам. Нельзя, нельзя. Другой вопрос. Украшения в суке. Да? Про украшения в суке точно известно, что их можно использовать. Украшения, когда украшали всякими бутылками крепких напитков. Ну, не только. Еще всякими закусками сообразными. Вот, значит, фруктами там, вот это все. Вот. Теперь, значит, здесь ответ можно, да, это просто известный ответ. То есть, что можно есть. Да, и не их нельзя, просто так. Но если ты скажешь заранее, что вот это яблочко я съел в третий день сукок, то тогда можно его снять. То есть, обещаешь сукку чем-то сведомным, сразу говоришь, что это с целью это спроводить. Ну, например, да, вот тогда хулифит на ок, да, все пупо его обуславлено. Теперь вопрос стоит, вот то, что, мне кажется, не засчитали. Да, и там была очень интересная фигня про то, что про то, что надо в каком-то смысле более сильное условие, чем просто условие. Помните, было в прошлый раз? Я говорю даже про магическую формулу. Но это не совсем магическая формула. Про то, что он говорит, вот там вот написано что он как бы, ну, если он высказывает просто условие, просто условие, то они вроде бы как остаются частьми сути. Но если он говорит, что все время наступление праздника, когда праздник буквально наступает, да, все время наступления праздника, я как бы их держу, ну, не физически руками, но как бы мозгом как своим, да. Вот тогда да, тогда хулифит на ок. Теперь, значит, дальше вопрос. Майшна мега. Да итма. И фрешива, и трубгимбе шива, лещива та яминь. Это последние строчки ламя да мудбет. Если в камуче, да. Это гимал, да. Какой такой гимал? Это давно уже гимал. Это самые последние строчки в следующей странице. У майшна мега да итма. И фрешива, и трубгимбе шива та яминь. И шива та яминь. Амарак. Коля хатвы и хатвы, и цеба. Воклави альтар. Да. А в чем это отличается от следующего случая, о котором сказано так. Если он перед правильником супод, он купил 7 метров. Вот он такой богатый человек, пошел, помните эту самую еще, помните, фильм «Ишпузин», да? Там это наоборот. А тут он такой очень богатый человек, он там вот пришел, скупил всю лавку и трогу. Да. И сказал, вот эти 7 метров будут у меня каждый, я на него нарисую цифру. Один, два, три, четыре, пять, семь. Вот. И первый, у него будет первый день, а седьмой, а седьмой. И Рав сказал, с каждым он исполняет заповедь, а потом тут же моментально может съесть. В рава сия мар, рава сия мар, коле хад йо цеба, в хвали махар. А с точки зрения рава сия, он может использовать заповедь сегодня, а съесть завтра. Рава, он может как только исполнить заповедь, так и право и сия. А право и сия, он вроде как считает, что этот день выделен до этого итрога, этот итрог выделен до этого дня, как бы он весь день как бы исполняет, ну как бы, ну если не исполняет физически заповедь, то как бы быканэнут, да, так сказать, держится, маготовит исполнение заповеди, и съесть его можно только заповедь. Ага. Сейчас, давайте посмотрим еще, что пишет нам. Раши. Раши нам пишет так, выхвал ли альтар, в смысле, что сразу, когда ест косовар, ли митсвота и ткацей, гарейна с этой митсвота, он выделен для заповедя, а заповедь уже выполнен. А вот когда он говорит, я цеба в ухвале махали, да киванды и ткацей ли вы нашмашот, и ткацей ли кули йома. Да, значит, он говорит, что, ну как это работает, другу говоря, что при наступлении дня он как бы совершает вот это самое ментальное действие, посвящение этого итрога этому дню, как бы, и тогда получается, что на весь день, как бы, посвящен. А в первом случае он посвящает только исполнение заповеди, да? В первом случае, с точки зрения равы, да, он посвящен, он такой прагматик, он как бы нету, нету вот этого, вот этого. А он как бы, заповедь нужно выполнить один раз в день? Один, да? Больше не нужно. Он выполняет все, и съедает и в салат его. Вот. Или там, не знаю, настой. Вот. Вот. А дальше Раша замечает очень интересную вещь. Вага алей суканаме. Киван де итнэ алаев ленок мегэмнет. Быхло шульмуэть. Как интересно он говорит. Он говорит, что теперь, а сам материал суки, говорит Раша, он как бы имеется в виду в первый, в первой маршрутке наступления первого дня праздника. И почему бы нам не сказать, что они, а что они святы, как бы, только в первый день праздника. В смысле, запрещены их использовать только в первый день праздника. А потом, а коли фейт науе, если он поставил такой слой, то мы их называем нашим. Почему? Почему он не может сделать шева супот и шева ямин, например, да? Ну да. Да, как он сделал здесь про другим. Шева ямин и шева ямин. Почему он не может сделать шева супот, шева супот, шева ямин? Если дать в первый день, в второй, и так далее, и так далее, и так далее. Что? Ответ нет. Ответ нельзя. Нет, в смысле, ага, это вот интересно. Сейчас посмотрим. Нельзя сделать даже две. Человек сидит в одной определенной инструкции. Пусть так сказать, су-ку, так поставлены дела. А вообще, вот еще подожди, интересно, вот с этими трогами. Ведь тоже же он, Бейнаш Машот, он перед началом праздника сукот уже сделал на все семь дней, а не в начале каждого дня он говорит. Правильно? Нет, он не говорит, конечно, но в тот момент, когда наступает определенный день, он как бы, он, естественно, не делает это сознательно, но он, однажды распределив эти троги по дням, он как бы каждый день возобновляет вот это освящение дня и троги, дня слэш и троги. Ну, по крайней мере, так я вижу подход, подход Раваси. Раваси. А это как? Почему действительно суками нельзя? Почему суками? Они просто, такие шутки, они просто, как бы, как бы, «Хадам, демився кулейлот и миямин, кулыхад вехад йом, а митзваа, бе апынафши, аха, демився кулейлот миямин, кулгу йомах, а к хад июмарих, то дамы». Как интересно. Он говорит, там, значит, заповедь вознесения четырех видов действует днем, а не ночью, да? Значит, тогда, получается, мивсак и ям, то, что они говорят, мивсаку лилот миямим, да? Днем действуют одни законы, а ночью другие. Получается, они, как бы, разборные, как бы, да? Получается, вся эта конструкция из семи дней сухот, она такая из камешков черных и белых состоит. А в суке надо сидеть вене. Вот, а в суке, да, и ям валаила неразделимый. И получается, что все эти дни сухот, это как бы один длинный день. Да, понятно. Там нет перерывов. Ну, чья учить? Ну, корица? Да, да, там чайник. Чайник, там только кофе, тяжелее. И сахар. Молоко есть в алименте. Ну, Анька, давай штрафную. Ой, я не знаю, я в футболею сегодня. Все, все нездоровы, да. Я буду болеть еще три месяца, два. До марта. Нет, я не знаю, нет. Не знаю, ничего. Карпеф – это такой загончик для всякого разного. Иногда для скота, иногда для дров. Такая загородка. Значит, приносит деревья. Все это в Йомдово, естественно. Приносит деревья из поля. Те, которые были собраны заранее, что ли, в смысле? Да, они как бы срублены и собраны в пушку, скажем, да. Да и не лежат по всему полю вот так вот так, да. Они, вот есть поленица дров в поле, и ты имеешь право принести в Йомдово и как бы используешь. А карпеф я прошу? Еще раз, карпеф – это некий загончик. Он там для разного бывает, как бы для скота бывает, а в данном случае, видимо, для дров. А, для дров. Ну, какой-то, какой-то, какой-то хост-дуор какой-то. А с него можно даже, если они все раз просто-напросто. Даже если они там лежат, да, ровным слоем или как угодно. Они считают уже макуна сын, как бы, да, в том смысле, что они уже в твоем некотором владении. Это не обязательно, кстати, этот карпеф не обязательно должен быть у дома, да. Можно себе представить этот карпеф в поле, да, но являющийся загончиком. Таким огороженным, как бы, методом. Эйзе у карпеф. А, вот понял. Да, вот дальше. Да, вот дальше, да. Коши самухля ирш, де брея раби юда. Раби юасионы, коши нехнасилло де потаха, де афилу и беттох тхум шабах. А про какой, значит, загон, о каком загоне идет речь, который рядом с городом. В смысле, вот, это говорит раби юда. А раби юси говорит. Потаха деда мафтэх. Ну, как бы, я не поняла. А что непонятно? От которого у тебя есть ключ. А, в смысле, ну подожди, а как, 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 связано то, что это рядом с городом? Никак не связано. Никак не связано. С точки зрения раби юды. Если он близко, и Раши добавляет мамаш, замухли ир мамаш. В смысле имеется в виду, что он прямо лепится в городской стене, да, или там, в чему-нибудь каком. И тогда ты можешь взять. Да, тогда он считается карпеф, и тогда ты можешь брать оттуда фузар. А иначе он будет как чисто по лиде, ну, как, ну, как сады. Карпеф – это некий хозяйственного предназначения загончик. Огороженное пространство. Да, он в случае для деревьев. Ну, может быть, и для дров, и для чего-нибудь еще, и там колодец может оказаться, и там какие-нибудь животные бродить, я знаю. Прости, пожалуйста. Тоже огороженное тесто, которые ходили дрова, и отходили мукцы. А, ну да, ну да. Нет, ну, это имеется в виду, да, это уже хост, тот вот этот мукцы, который у нас был предыдущим, это хост двор прямо при доме. А это некий загон неизвестно где. Вот они как раз сейчас обсуждают, где он может быть, и как он может быть. Чтобы из него было взятым. Чтобы ты считал это как бы своим правом, да, своим, как бы своим. То есть один говорит, что он должен был прям репиться к городу, а к стене. А второй говорит, чтобы у него... Что неважно, где он. Он должен... Он должен... Где-то в районе, там, двух километров. Километра, километра от города, да, он может находиться. Но главное, чтобы у тебя был от него ключ. Да? Что не просто там калитка растворенная, кто хочет заходить. Да? А чтобы у тебя лично был ключ от него. Это твоя хрень, как бы. Откуда ты можешь черпать дрова? Но ты тоже должен заранее сказать, что ты будешь это делать. Кто что делал? Нет, я на своем вопросе. Вроде нет. А похож? Ну, пока я не вижу, не вижу, с чего бы это следовало. Нет, а наоборот, он по умолчанию, по умолчанию, это твоя, как бы, твоя территория, с которой ты можешь пользоваться. Ну, опять же, если выполняются те условия, которые один мудрец со своей стороны, другой мудрец со своей стороны, как бы, сформулировал. Ну, что ты думаешь, что это не было? Да. Эмар Раби Йуда, эмар шмое. Эм медиаим иксым, элэмминя михунасим, шебекарте. Вэхо анан, ээ, да, она? Нет, 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 нет. Ой. А, нет, 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 нет. Это самое, да. Чтобы он понялся. Значит, сказал Раби Йуда, сказал шмое, не приносят дрова только, только если они собраны во дворе. Только в этом случае могут взять. Да. Ну, как же. Вэхо анан тнан. Да, вэхо анан тнан. Мы же говорили тнан в мишне, да? Мина хорте, да, филы мина нефлзарей, ну, как же так, мишне же сказано, что можно просто из двора. Да, да. Даже если они не сложены в полейницу, да, если они просто разбросаны. Ара, Раби Йуда со словом шмое говорит, что нет, надо и в Карпефе, и в полейницу. Да. Вот только тогда. Да. Опа, а почему Йуда-то? А, ну, да, они сейчас объясняют, почему. Это что, это одно мнение? Да, это да, отъехали. Мишна идет по некоторому частному мнению, которое мы можем вырубить, как бы. А, он просто кто-то берет и говорит, что Мишна только по одному частному мнению? Нет, он не просто берет и говорит, он часто доказывает. Но он говорит, что Мишна нам не указ, потому что она является частным мнением. А, и частным доказывает? Ее, я, как бы, я вам говорил уже, и не принес повторить. Амраим, особенно в Бавилонске, не очень любят Мишу. Очень они ее любят. Они ее всячески, и всячески ее чморят. Вот в данном случае ставят на мнение, на частное мнение, на мнение одиночки. А, смотри. В других местах они поставят на какой-нибудь частный случай, то, что мы называем активным. Вот. Но они, в очень-очень многих случаях, они будут пытаться Мишню нейтрализовать. Как бы, в данном случае они нейтрализуют ее, поставив на некое частное мнение и поверив, другу говоря, вырубив. Это частное мнение. А у нас есть другое. Это немного странно звучит, да, потому что, казалось бы, в Мишне, да, Рабио Данаси просеял огромный материал, как бы, там, в Мишне, да еще анонимным, как бы, анонимным текстом, обычным, ну, по идее, должны идти те вещи, которые, как бы, вроде бы, признаны традицией. Но у Вавиланян свои традиции. Вот так вот, оказывается. Вот. Вавилан свои традиции. И они, как бы, очень часто заинтересованы Мишну нейтрализовать или, ну, и каким-то образом, да, пойти по другим, по другим мнениям. В данном случае, кстати, более строго. Не всегда тоже так. Он сейчас будет доказать, да? Он будет приводить это мнение, которое, по которому, с его точки зрения, не смешно. Значит, в Брайте, да, у нас есть Брайте, да, что сказал Раби Шимон, Данил Азар, что Бер-Шамай и Бер-Хмель, они не спорили по поводу... То есть, они соглашались про случай, что, когда Раба не собраны, то их нельзя привезти. В поле, в чем в саду, да? Что их нельзя привезти. А если собраны в этом законе, то можно. В этом оба соглашались. А спорили они, наоборот, которые разбросаны были в законе и сложены, значит, стопочкой в поле. Шебет-Шамай умрин, ло-я-би, бет-илель умрин, я-би. Точка. Это конец Брайта, да? Ну, понятно, то есть, непонятно, но в данном случае, Бет-Шамай опять сражает и говорит в этом случае... Спор идет только о тех, кто просто перевели, зачем я не перевела. А, ну вот, то есть, спор идет о том, что, значит, Бет-Шамай говорит, что если в поле, значит, собрано стопкой, то нельзя привезти. Все еще нельзя привезти. Да. А, бет-илель говорит, что можно. И если в Карпефе разбросано. Да, и если в Карпефе разбросано. А бет-илель в обоих этих случаях разрешает. Да, и тем самым, значит, тем самым они нам объяснили вроде бы как, что наша Мишна идет по мнению Рапшиман-бен-Разар, в смысле, Бет-илель, алибо до Рапшиман-бен-Разар, да? То есть, передача Рапшиман-бен-Разар. А это частное мнение. Рапшиман-бен-Разар. Ну, подожди, вот этот, вот этот, вот я уже не поняла. Ну, как же, ну, смотри. Если бы нам, например, эта Брайта была анонимной, например, да? Ну, если бы мы жить, была бы эта Брайта анонимной, скорее, никто бы не говорил, некто бы говорил, как бы, что Рапшиман-бен-Разар зашли в том-то и в том. Что бы мы сказали? Ну, мы бы сказали, да, там все так думают. Так, наверное, и есть. Но Брайта же метит это понимание ситуации некоторым именем. Вообще-бен-Разар так считали. А все остальные, возможно, так не считают. А-а-а. Понимаешь? И получается, получается, что они действительно поставили Мишну, как бы, ну, понятно, что Мишна не тот победил Елеевну. Но по определенному частному мнению, по частному пониманию. То есть, то, как понял, это вот это... То, как понял, это раньше-бен-Разар. А нам-то, он, ну, как бы, он, возможно, достойный человек, но, как бы, есть еще множество достойных людей, которые, возможно, считали иначе. Вот. Ну, как-то так вот это все. Поэтому Шмуэль... Ну, там же еще понятно, там это... Надо хорошо себе представлять, как это, как биография устроена, в смысле, история бытия и биография. Шмуэль это... Именно... Шмуэль вообще никогда, судя по всему, здесь не был. Рав, в отличие от него, как бы учился у Раби и вернулся потом в Вавилон преподавать. Шмуэль вообще никогда не был у нас. Он сын... Сын... Одного из общинных лидеров, как бы, вавилонских. Видимо, потомок какой-то длинный сень. Он еще, помимо всего прочего, врач-австролог по профессии. Вот. Он не просто интеллигентно работает, в смысле, в профессии. Вот. Значит... И... Он носитель... Он носитель такой исконной, как бы, вавилонской традиции. И... Мишна к нему пришла, в некотором смысле, сбоку, как бы, да? Он уже... Он и без Мишны прекрасно разбирался, как нужно жить, как бы, да? В какой-то момент сбоку, там, с Равом или несколько раньше, пришла Мишна. И ему нужно с этого, в некотором смысле, что-то делать. Вот, пожалуйста, вот он сделал. На данном случае. Сделал. Что? Рабьюда и Рабьюда, два абсолютно разных человек. Даже не одна память. Мне даже не одна память. А Рабьюда, Бен Хескер, если не ошибаюсь, а Рабьюда, Бен Хескер. Правда ведь вот все это и вот про то, как вдруг пошла... Рабьюда Хамы был интересный курс про... Я не знаю, интересный или нет, но я думаю, что интересный. Я не слушал. Вот, про мудрецов. Ну, у него, может быть, осталось записи. Ну, он виртуальный. У меня есть несколько штанхайцев, наверное, остальзат писал, ну, может быть, да... Да нет, но просто мне интересно, вот как ты вот, если помнишь, если расскажешь, вот ты там тогда, да, я помню один раз, что ты рисовала схемы, и в какой-то момент, что вот когда приходит эта Мишна сбок, ну вот это вот все. Ну можно мыслим этого, давай подумаем про это, да. Это правда безумно интересно, правило, вообще, да. Рабиуда, значит, если кто-то зашел, дошел к вопросу со стороны, не зашла Каим, Рабиуда, это один из учимов Раби Акир, один из самых влиятельных учеников, ярких и самых влиятельных учеников Раби Акир, у него еще, судя по всему, по его имени, назвал Раби Ауда Наси, да, я говорил уже, да, что в этом поколении они старались называть детей именами своих, своих товарищей, и поэтому внезапно в династии потомков Елеля, Адна Си, да, появляется вдруг человек по имени Юда, такого никогда не было. Вот, они все были Шимон и Гюмлиев, вот, ну, Елеля на этот год, наконец, вдруг появляется Юда, судя по всему, это по имени вот этого самого Раби Юды, одного из лучших по Украине Акир. Раб Юда, это тоже очень удивительный человек, это полуторное поколение Вавилонских Амараимов, это ученик и Раба, и Шимон и Гюмлиев по переменам, да, он носит обеих традиции. Тоже очень интересный человек. А, Шимон и Гюмлиев, это ученики. Прости, пожалуйста. А, Шимон и Гюмлиев, это ученики. А, Шимон и Гюмлиев, они разные ученики. Шимон и Гюмлиев, в основном учился у своего отца, Буаде Шимон. Это примерно середина Третьего века, начало середины Третьего века. А, на прошлом уроке тут опять о вас фильмы? На прошлом уроке я что-то такой, да, я что-то, наверное, нарисовал там, с кем-то. А, это даже у нас с записью пошло, да. Не, ну там все не сроки, я даже в Дикипедисе написал. Нет, не надо Дикипедисе, а ты как-то разговариваешь. Значит, да, ну, если, подумай, Манька, давай, Манька, что-нибудь действительно, что-нибудь так. Вот, значит, Рав, Рав ученик Раби. Рав ученик Раби, Рабхи своего дядя. Да, вот, имеется в виду не то, что вот в Дикипедисе просто это отсюда, это отсюда, отсюда, отсюда. А вот интересно, да, почему они вот, например, пытаются вот там относились, как ты говоришь, плохо к Мишне, да, старались ее? Я представляю себе так, по-моему, даже были правы. Это исследование, я, естественно, это исследование, что я вообще не изучал. Вот, но про это были исследования, про вавилонскую традицию, противопоставленную, ну, как бы, на, так сказать, наше. Шмой – это ярчайший носитель вавилонской, исполненной вавилонской традиции. Мы плохо себе представляем, что творилось до этого, как бы, да, это примерно первые люди, с которыми мы знакомы в Вавилоне. У нас нет, у нас были танаимы, там, все, да. Вавилоне мы знаем танаимы мигрантов, например, они есть, парочку. Вот, ну, а из собственного вавилона мы первых, первых, первых практически людей, которые мы знаем, это Аблада Шмуэль, да, отец Шмуэль. Аблада Шмуэль, Карна, сам Шмуэль. Это вот первое поколение, это вот такое первое, первое, значит, нулевое поколение вавилонских, так сказать, Абрай. Они носители, собственно, вавилонской, собственно, вавилонской традиции. А Рав, это наоборот, это человек из семьи, у которой почти все, как бы, люди переселялись в Израиль, и некоторые, а потом Абрак. Это, это его дядя Рабхия, который Талмид Хавер, Раби, да, который при дворе Раби занимал, ну, практически второй человек после Раби. Вот, его, его сыновья, и Раби Уда Насиля, его сыновья, Иуда Вассейские, они так и умерли здесь. Рав, его племянник, и Раба Бархана, нет, Раба Бархана. Тоже его племянник, что? Неважно, да. Они тоже приезжали сюда, но потом уехали обратно. Раба Барбархана, да, уже двоюродный племянник Рава, если я не ошибаюсь, приезжал, приехал опять сюда учиться у Рабьёху. Ну, в общем, это такие, это как раз семья таких, с нечеткой такой, так сказать, идентичностью, общинной идентичности. Они как раз вавилоняне условно, они как бы, у них принято отправлять людей сюда, в Израиль. Вот, так что, ну, вот, вот, примерно такая вот, такие вот расклады. А? Можно, пожалуйста, можно, пожалуйста. Короче, ребятки, давайте, не ленимся, поехали дальше. Значит, мы поняли, да, каким образом сейчас Шмой поставил, поставил Мишну на единственное мнение, да, на мнение одиночку. Просто найдя брать? Найдя, найдя того, что, найдя того одиночку, да. Найдя того одиночку, который, про который, да, это так. Ага. Шибет Шамалам Рим. Это было? А, это было. Омарова. 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 Так, значит, Тамараова сказала, что листья камыша, что ли, листья винограда. Да, да. Да, да, да. Что тростниковые листья виноградные. А когда, несмотря на то, нет? Да, 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 да. Даже если... Даже если... Канфи, это все равно, что мекканцы. А, да? Ну, собраны, да, сложены. Мутвей, там, это тав в арамейском, это шин, вы видите. А, только их возвращают? Нет, их сажают. Сажают. Сажают, так сказать, ну, кладут, грубо говоря, да, то есть их собирают и кладут в стопку, да. Даже если они собраны и положены в стопке, ты попробуй читать штанзальца, в этом нет позора, как бы, это нормально, я тоже это делаю. Так, киван, сейчас мы позорим. А, если вдруг будет ветер, который их разбросает? Да, значит, они говорят, он говорит так, что все эти листья, да, даже если они собраны в стопку и положены в определенное место, то мы понимаем, что в любой момент набитит ветер, их разбросают, а они считаются как разбросаны, как мы позорим дам. Да, 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 да. Весуры. А где здесь слово ветер? Зика. Да, зика по-раменски ветер. Иногда искра, но, да, но ветер тоже. В и атнах мана митмор алену. Аллаю. Аллаю шапирдану. Шапирдану. Ну, шапирдану это понимает, да, что так там, правда? Что, что, можно? Ну, все нормально, все отлично, да. Ну, так, можно. Да. А, а… Мана это любой предмет, утварь, сосуд, одежда, что-нибудь, 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 любая хрень из этого списка. Ну, а тнах, тнах это что у нас положить? Ну, тнах, да, ну, ну, просто же все. Ну, да. А если он… Положил какую-то… Еще вчера… Вчерашнего дня… Положит на них какую-нибудь хрень… А чтобы не улетало? Ну, конечно, предает их чем-нибудь. Тогда можно. Вот. Тогда, тогда шапирдану, тогда все прекрасно. Это замечание всколько, да. Это замечание всколько, да. Это не… То есть… Можно даже, кстати, посмотреть, что доигрался в АХА в этом смысле. Вот внизу, смотрите, там, у кого, что он зальц. Ээээ… 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 Эээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээ Убили они Аллаху, а Аллаха у нас тоже пошла вот по этому мнению Вавилонскому, по сражению, да, потому что можно только из загона, и только сложная к поленецу. А замечание Рова это просто замечание по поводу того, что мы считаем как бы дровами, собранными дровами, да, можем их считать, например, охапку сухих листьев, да, ответы нет, они возлетают. Но если ты накрылся брезентом, например, вчера, то они вот и будут считаться именно такой поленец, который может. Понятно, да. Почему вообще важно сухих листьев, потому что мы заранее... Я думаю, что все из соображений функции, да, что мы как бы заранее... Потому что... Потому что... Хороший вопрос, но он имеет ответ. Потому что, когда я говорю, что важно ментальное усилие, это, во-первых, важны не только ментальные усилия, но и... Что мы на самом деле имеем? Во-вторых, ментальное усилие, которое не предусматривает сохранность их от разбрасывания, недостаточно. Вот ментальное усилие, подкрепленное действие. Вот я его накрыл брезентом цепей, а оно это... Подожди, это странная ответа. Нет, это... Нет, это... Нет, это... Нет, это... Нет, не подумать, он складывает. Хорошо, он складывает, но вот он дрова сложил, дрова сложил, ничего с ними не будет, правильно? А про листья он должен еще подумать, что через два часа налетит ветер и разбросает их наши. Что значит разница какая? Вот именно это самая разница. Но ведь это же нет. Ты же этим ментальным усилием действуешь не в вакууме, а в реальном мире. Но нет, ты же разбросал. И что? И дрова не я разбросал. Это как всегда, которые не придут и решатся... Их никогда не собирал, а по дороге. И дрова, и дрова же не я разбрасывал, это что-то ни при чем. Да нет. Нет, Зо тоже права. Нет, дрова ты... Нет, дрова, если... Ты же правильно сказал, дрова если сложили в кучу, то реально будет листья, которые разбросают. Нет, не разбросают. Не разбросают. Но бывает, но это уже... Да. Ты листья сложил в кучу, и ты вроде бы уже сделал это действие. Ты все так хорошо сделал. Да, но еще раз, еще раз, эти мысли и действия действуют... Нет, Зо тоже права. Но у меня как бы мысль немножечко более такая общая, так сказать. Что этими мыслями и действиями ты действуешь не в сферическом вакууме, а в реальном мире. В нем бывает ветер, который не разбрасывает полень и цедров, но с легкостью развивает охапку листья. Поэтому с полень и цедровки не надо ничего делать. Охапку листьям нужно брезентом накрыть. Это вот и есть то самое мысль-слэш-действие, которое работает в этом случае. Так говорит Роума, по крайней мере. Кстати... Да, да, может быть. Да, да, может быть. Да. Ну, еще Малаха так же идет, да, Роум. Да. Кто-нибудь еще может попробовать почитать тут нам? Ну да, это же мой. Может быть два? Слово дадим. Изу карфав... Карпэв все уже понятно. Карпэв вакууме. Что такое этот карпэв? З byłaresia N increases. И настрой вакууме вакууме meaning. Тогда секундочку, секундочку, тут надо дальше дочитать. Окей, это первая версия. Попробуйте сами. Встает вопрос, возникает вопрос. У них, у некоторых них. Нет, вот в том-то и дело. Вопрос у них такой. Сказано ли так? Или же так? Грехи Камар. Как на самом деле сказано? Или это что-то близко к городу и нужно открыть дверь, чтобы туда выйти? Да, я так понимаю, Патахат – это мафте, если я правильно понимаю, что есть ключ. Есть ключ. И пришел Рабь Йоси сказать, если у него есть ключ, даже там, где тхум шаббат… Тоже годится. Тоже годится. Тоже годится. Значит, первая версия такая. Как Рабь Йоси… Вопрос в чем? Как относится мнение Рабь Йуда и Рабь Йоси? Да? Мишни. Значит, либо сказано вот что. Пришел Рабь Йуда и сказал, да, понятно, что у него должен быть ключ, и при этом склад должен быть близко от города. Пришел Рабь Йоси и сказал, если у него есть ключ, то хрен вы с ним, какая разница где он будет. Или… О Дильма… О Дильма, Ахей, Каамар, или же… Или же по-другому… Или вот так вот, да, сказано. Ир, Бен де Итла Потахат, Бен де Летла Потахат… Ага. Или же, если оно близко к городу, то неважно есть ключ или нет. Угу. Ада Рабь Йоси… Рабь Йоси пришел, чтобы нам сообщить… Рабь Йоси… Рабь Йоси… Рабь Йоси… Рабь Йоси… Рабь Йоси… Рабь Йоси… А так это как бы любого что ли? Рабь Йоси… Рабь Йоси… А так это все равно что более. И задача сводится к предыдущей, так сказать. Ну, в смысле, смотри, Аня, представь себе, что вот ты выходишь в чистую пустыню и ставишь там, скажем, три стенки. Это как-то обозначает вообще, что это не часть пустыни, а... Ну, видишь, мы не совсем говорили, как бы. Получается, что вот не совсем, нет, не обозначает. А вот у нас, получается, тут вот как бы, а у нас Махлухин, Рабью, да. Значит, вопрос, что? Вопрос, считает ли Рабью, да, что нужен ключ, да? Значит, по первой версии он считает, да, что нужен ключ, и при этом этот склад должен быть близко от города и непосредственно прилегать в город. Рабью говорит, ну, если уж ключ есть, так какая разница, ребят? По второй версии, Аберлана говорит, главное, чтобы он был близко от города, есть ключ или нет, ключ отчет быть с ним. Рабью, да, Рабью говорит. Приходит Рабью и говорит, нет, главное ключ, а где он находится, хрен бы с ним. А? Поехали дальше. Это вопрос, собственно, как нам надо понимать нашему этой связи. Кашма, Медиктани, Рабью, Силу, Мэр, Кул, Шаян, Микнассин, Но, Ликутаха, Кул, Шабаб, Шапы, Мэн, Аберлана. Шамамина. Шамамина, а? Нет, Шамамина. Рабью, Ситар, Тал, 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 Тал. Аберлана, ну как правило, Шерн, Эго, Тал, Тал. Ну, берегите Шмель, а мы сейчас вынудую как Тал, 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 Тал true love 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 love. Каким переходим Из того, что научились, что Рабью оси говорит? Что вы имеете в виду ключ, то я понимаю, что он будет, где он находится, дальше будем шапарли. это вдалеке от города? да, да, слегкает. да где же ТАРТ это? ТАРТ это два. дважды, дважды сказал в сторону облегчения. так секундочку, давайте поймем, что такое, где ТАРТ или Кула? я рассчитаю. какомарь макнитин, кольче самук ле Ир, в Гуду и ит ле Потахат, мефатер, мефатер, шимиштамер, выгайду лутан алей бхадей, бхадя, мишон ли косавар, стаман ешлопатахат, вастан карпифо, табра лимитты, ага, значит, окей, значит, они, Раша первым делом говорит, нам должно быть понятно, что Рабьоси кульнее, чем Рабьюда, да? Рабьюда тоже должен был подразумевать, что у него есть ключ. А почему же он не сказал спрашиваться, что у него должен быть ключ? Он говорит, ну, обычно у загонов бывают ключи. Ну, он и рассматривает, видите, обычный сферический забор в вакууме. В вакууме должен быть ключ. Ну, мы не держим просто так загонов. Мы не бедуины все же, у нас как бы загоны. У каждого загона своя фамилия она, девочка с фамилией и ключик в кармашке. Вот, вот так у нас устроен загон. Обычно. Нет, бывает, конечно, раздолбают, которые загоны не запирают вообще никогда. Что? А иногда, что-нибудь за это рисуют. Здесь вот почему-то нет, но у них такие ключи, довольно большие, громоздкая дрянь. Какая-то, ну, какая-то, да. Какой-то такой, да. Что-то там. Да не, не навесной замок. Там такие запоры, там система запоров, которые как бы отмыкаются ключом скорее, мне кажется. По-моему. Ну, из них замков, по-моему, им нравится. Вот. Ээээ. Вот. Далее. Он говорит. Ну, а я не знаю, что-то, да, не помню. Ну, а я не знаю, что-то, да, если суть помнит, пока все. У нас там даже уже был. Ээээ, что я не помню, не знаю. Римский период заключается, что-то. А вы прогуглите сразу? Ну, думал. Может, не помню. Вот. Ничего зла в этом нет. Аааааа. Бдашиншек. Шр. Да? Вашин замок бы потахать. В Иштара и Бахи, Эээ. Чая, МИйдетэллоп. Шр. Вам, что им замок бы потахать. Ааа. Самок. Блэп потахать. Наааа. Ща. «А-а-а, Михаилов да самок был опыт, ахат нами шарю мэки бетарты». Вот как он говорит. Шуэм Йоси облегчает по двум половинкам. Он говорит, что если он далеко от города, то достаточно ключа. А если он близко от города, то ключа может не быть. Это само по себе уже как бы его делает твоим нечистым полем. Некоторой частью города. То есть в роли они так раскладывают, что Раб Йоси приходит и облегчает в двух половинах. В обоих клаузах. Шумамина? Шумамина. Все. Шумамина. А что значит шумамина? Шумамина – это значит «слушай сюда». Это буквально «та шма» приходит. Надеюсь, слушай. Иди слушай, да. Иди слушай. Иди слушай, да. Шумамина говорит, вот это слушай. Вот так будет. Это как бы начало и заключение, они обычно парами смотрят. А Зори есть параллельно от Тахазы? У Зори есть Тахазы, но… Ну да, я и говорю правильно. Вот так вот смотри. Нет, нет. Потому что это чисто логическая. Я знаю. Это чисто логическая трейд. Было бы смешно. Нимитации нет. Да. Да, Тахазы. Зор – это… Зор визуальный. Ну, потому что… Потому что здесь они… Вот здесь они… Здесь… Культура Матрецов, она устная, да. Они же… Это ж все… Весь материал ходил… Ходил в устной… В устном пересказе, текстов на руках практически не было. Зор это мистическое видение, поэтому это хаза А Шамамина они парами ходят Шамамина, дальше следует вывод и как печать дальше Шамамина, вот так будет Вот так То есть похоже на то, что вот так мы и учим В смысле Нет, в смысле определение карпефа облегчено А в смысле того, что откуда брать дрова нет, там острожен В смысле, что можно брать дрова только из карпефа и только если они сложены в поленец Это да Но что такое карпеф у нас будет облегченный вариант Это либо близкие к городу, но без ключа либо далекие от города, но с ключом Ага Да, вот так Это не рубят дрова. Это не рубят, а кулют. Дамы вакин это уже разрубают вдоль, раскалывают. Не берут трава из стройматериала. Вот это вот интересно. Что такое корот? Ну да, похоже на стройматериал, да. И не балки. Ну да, балки – это хорошее слово. Кура – это бревно. Большая штука. Которая сломалась и не рубят. Колят, колят. И не колят топором, и не мегера. А вот у нас тут не нарисована эта мегера. Это типа пила. Пилы. И не пилой, и не серком, но ножом мясным. Мясным. Мясным, да. Вот эти сахун, которые как бы… Да. Куфиц у нас уже появлялся, да, помните, когда взвешивали мясо. Так вот этим куфицам заодно еще и дрова можно подрубить. То есть нельзя в емках рубить вещами, которые для этого предназначены? Ну, типа того. А. Опять же, не рубить, а колоть. Рубить вообще нельзя. А колоть? В смысле, что имеется в виду? Колодь? Ну, представьте себе… На лепке, что ли? Ну, как на щепке? Вот у тебя есть это самое бревно. Для чего? Чтобы костюм сделать? Ну, да, как-то зажаришь. Такое толстое бревно не удобно. Мне плохо ударить. А почему ты говоришь, рубите колоть? Мерфакин – это явно колоть. И колоть. Рубите колоть – это разные вещи. Ахитов, по ходу, что ли, когда не ходил? Ты чего вообще? Это имеется в виду рубить дерево, срубать дерево… Да, срубать дерево – это отбой. Это понятно, что… А вот это ты имеешь в виду? Поэтому ты… Ну, например, да. Рубить – это вдоль, колоть – это попереду. Ну, это только внушно. Наоборот. Наоборот, да. Да, естественно, наоборот. Рубить – это… Может быть, может быть. Может быть. Так или иначе. Так или иначе. У нас уже есть полиница дров, да. Понятно, что мы не можем… У нас здесь уже… Уже мишна накладывает достаточно серьезное ограничение на то, что мы вообще можем использовать под дрова, да. Не можешь… В предыдущей мишне ты сказал, это должно быть полиница дров, сложенное там на хоз дворе, да. Ну, мишна с добавлением, как бы, омской традиции, так сказать. Предположим, что это вообще… Вообще эти дрова – хорошо. Давайте мне… Давайте оставим покой этот Карпев, да. Вот у меня во дворе вообще… Карпев – это… Это где-то отдельно от моего дома, да. А вот у меня вот лично дома лежат… Ааа, говорят они. То же не всякое можно, да. Потому что если у тебя лежат балки строительные, да, то их нельзя сейчас на дрова путь. И хуже того, даже если одна из этих балок сломалась в емку, то ее тоже нельзя пустить не давать. Мне сейчас, кстати, он разбирает вопрос, почему. Эээ… Ну, почему там… А даже если просто… Ну, там, вроде, соображение, да, да, мультики, да, мультики там… Что? Ну, а даже если вроде то, что можно колоть… А то, что можно, можно колоть опять. Да… Тупой нашел. Вот Тесак… А он не тупой, но, как говори, вот этим вот кусается. Интересно, почему модель… Почему нельзя Сирков? Да. Который казалось бы… Что? Сирков… Да, вот… Ладно, физически… Если бы физически был, нельзя… Никто… Никто к тебе не… Кто пропадет? Руки… Выходят… Догон Тесаку. Он может попасть. Прости, пожалуйста… Куфрэшку… Куфрэшку… Пэй, да… Пэй… Акартес Карах… Наверное… Неизвестно… Неизвестно… Может быть, заимствовал… Если бы заимствовал… А… Написал бы этот самый штандарист… Нет, это какой-то… Иврит… Миссионоического периода… Не раньше… Не позже… По-моему… Не… Не знаю… Просто не знаю… Ну… Ну… Так… Ага… Интересно… Что, ты уже Гемара читаешь, Аксин? Ну, я-то… Ну, в общем, меньше… Ну, вроде обсудили… Не я читаю… Это Шмуль уже вообще читает… Угу… О! Он говорит… Бэсэйфа, да… Ты говоришь… Этим нельзя… Этим нельзя… Этим нельзя… Этим нельзя… Но вначале ты говоришь… Вообще нельзя… Вначале это… Вначале это же самое… Этим… А… А… Где… Какие, собственно, дрова… Ты собирался колоть… Вот этим самым… Куфицем… Там… Или чем… Те, которые у тебя в полейнице собраны… Да они же уже в полейшках таких… Чего же колоть-то? Может быть… На щепочке… На щепочке… Это имеется в виду… Ну, сейчас посмотрим, что имеется в виду… Давай посмотрим… в моем… Заваар… Тареша Энба… Вахим… Квал… Амара… Да… Амар Шинель… Хасура и максера… Миса, да… Да… Ва Ахи… Гаэтами… Элли… Вахим… Мин… Ассор… Свара тут написано у меня. Свара. Я тоже не знаю, что это такое. Но это вроде такая полейница. Ну, как бы... Такая... Что ты здесь сказал? Хасы Максы, да? Хасуры Миксы Равахи Катаны. Это такой оператор. Он говорит так. Мишна неполная. И нужно в нее запилить вот такие слова. Грубо говоря. Это еще один способ борьбы с мишну. Борьбы с мишнами. Хасура Миксы Равахи Катаны. Есть у нас... Есть некоторые непонятные. Как начало связано с концом. Мы говорим. Хасуры Миксы Равахи Катаны. Хасуры Миксы Равахи Катаны. В серединке нам не хватает каких-то слов. Было это уже. Ваахи Катаны. А следует учить так. Значит, начало, потом вставляем середину в середину. И дальше конец. Это тоже... В некотором смысле, это тоже способ борьбы с мишнами. Вот. Да. Потому что, как бы, одновременно мы еще и немножечко... Да. В смысле, что... Ну, мишна, конечно, хорошая книжка. Но там много непонятного. И слов не хватает. И мы сейчас лучше придумаем. В некотором смысле. Вот. Такой бекура-то текст, я бы сказал. Да. Мина свар. Свар. Шанкурот. Вело. Мина параши. Параби вентоп. А вам и вакин. Мина параши. Мина параши. Мина параши. И не балки, которые поломались в ерунтон. Но... Делают... Делают дрова. Ну, можно расколоть на дрова. Да. Эту самую балку. Балку, которая сломалась вечером. Передем. А-а-а. Ну, там вроде нарисован как раз круглый. Но... Федозно. Федозно. И не пилой, но... На шондашника. Ага. Да. То есть, что они вставили? Они вставили... Швой вставляют в серединку то, что можно таки пилить на дрова. Ну, в смысле рубить на дрова, да? Мишна-то вообще нам ничего не говорит о том, что казалось бы, можно было бы рубить. Да? Потому что предыдущая Мишна явно имеет в виду уже нарубленные и расколотые дрова приготовленные. Да? Это не надо рубить. Но теперь он говорит, а что мы тогда рубить-то будем? Вот это нельзя. Это нельзя. А что можно? Он говорит, а-а-а. Вот сейчас мы вставим сюда в серединку вот эти вот слова правильные. И мы сразу узнаем, что можно рубить. То есть, можно те, которые... Можно те, которые уже сломаны. Да? Есть вот бревно, которое уже поломалось в будни, да? И на строительство уже не годится. Отков на дрова. Мы еще не успели его распилить, как бы реально, как бы, полежки. Да? Вот его можно. Да. Можно, но только вот особо хитрым и неприятным способом. Ну, а зачем он говорит, что, которая сломалась, пилит в трассу. И перепраздник это все в холь. Да, в холь. Не знаю, так что, что он там... Ну, это не похожий образом. Просто, что, нет, это логичное дополнение, но именно дополнение, ну, как бы... Не-не-не-не, это за хидуш годой. Действительно. Это абсолютно логичное, как бы, понимание. Да? Ну, если нельзя такую, то, наверное, можно вот эту. Ну, что-то мы должны рубить, да? Это нам полмешны, говорят, что мы можем рубить. Тема не этим, да? Значит, что-то, это какая-то, как мы-то субстанцем этим всем должны рубить. Потому что их, Мишну, прямо запрещают убить. Почему? Урод! Нельзя! А почему нельзя то, чтобы полейница уже насобрана? А что ее уберить-то? Она уже распилится. Она все уже... А не уберить, а колодь? Да и колодь ему не надо. Все, она уже распилится. Полейница, это уже дрова. Ребята, вы действительно чего? Ну, щепочки, щепочки. Ну, щепочки, щепочки ты ножиком потом оцкобляешь. А можно ли про щепочку потом еще поговорят? Я же не им думаю, что они имеют эту щепочку. Пожалуйста, не знаю про щепочки, но... Нет, сейчас речь идет, очевидно, о чем-то серьезном. Это не про щепочки. Щепочки, щепочки, они тебе... Там у нас даже было, по-моему, где-то что-то по щепочке. Щепочки ты ножиком себе настрогаешь. Это ты, как раз, ягняшся. Лишки или коней, коней, коней... Нет, это тоже, да, это тоже растопка, да. Но, но, но... Нет, очевидно, что эта мешина, очевидно, имеет в виду некие серьезные, большие хрени, да? И большинство этих хрени, она просто запрещает вообще рубить и колоть в емкость. Но какие-то же должны быть, должны остаться, которые можно. Вот это вот самое кураж и нежбюро. А хоть зачем можно? То есть это они рассматривают случай, когда у людей не собраны дрова в полейнице? Я не знаю, собраны они или не собраны. По идее получается, да. По идее получается, что, как бы... Что это не разбилось в балконе инвестеральной среде, где он теперь пройдет в муниципадарий, а в таком идее тем не менее, может быть, что... Нет, понятно, что... Ты, если ты серьезно к этому, по-моему, отдашься. Мы не всегда должны говорить. То, что она уже поломана, не годится до строительства, а автоматически делает ее дрова. Да, но я хочу все-таки понять, что, как бы, зачем рассматривается этот случай? Так, да, это получается, что это для тех, у кого... Те, кто не подготовил дрова на емках. А он вдруг вышел... Ну, если говорить прагматически, то да. То вышел... Ой, дров нет, а вот есть вот эти вот у меня балки. Оп, что делать? Так, что ли? Ну, допустим, да. Ну, допустим, ну, хорошо. Ну, например, да. Не, ну, мало ли почему. Смотри, вот у тебя... Хорошо, допустим, у тебя заготовлено где-то в карпесе, который там парабьес стоит километры от тебя. Да? Да, еще ключ на деск. Вот. Значит, лежит действительно эта палинница в дом. Одновременно у тебя же во дворе лежит сломанное вчера бревно. Ну, и вопрос, и что же ты предпочтешь, Аня? Ходить, значит, по морозу, значит, за этим, значит, непонятными... Или быстренько взять, да, это самое, давно заготовленное мясницкие ножки и порубать это бревно на дрова. Ну, я не знаю. А то, конечно, шкиту не очень делают. Шкиту куфицам не делают. Потому что, ты что, Жор, шкиту, как можно куфицам делать шкиту? Нормально? Это не тот, нет, нет, это тот, которым рубят мясо на песке. Шкиту делают тонким и острым ножом. Который хранят... Который, да, специально, что, норовак... Нет, 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 это другой жанр совершенно. То есть, они вставили Мишну нехилый кусок, получается, да? Ну, не очень большой в данном случае, не очень большой по смыслу. Понятно, что Мишна в данном случае это в некотором смысле подразумевала. Ну, что-то она же имела в виду, да? Что-то мы-то должны колоть, если она говорит, этим не колоть, а тем колоть. Ну, и что? Она, наверное, подразумевала что-то похожее. Что-то подразумевала, но вот мне, оказывается, что не обязательно именно это, потому что я это прям... Ну, не обязательно именно это. Не обязательно. Но Шмой считает, что... А Шмой считает, что, скорее всего, это, да. Таня Номьяхи. Ну, он же не просто так считает. У нас же есть еще и Брайка, который это поддерживает. Таня Номьяхи. А, да тоже Номьяхи. А где же наш случай, где? Да, здесь вот он... Ничего себе, нормальная такая Таня Номьяхи. Таня, она повторяет Мишну, в собственности, она запрещает, но не разрешает. Она просто объясняет, почему, как бы, почему нельзя то, что нельзя. Да. То есть он нет... Во-первых... Ничего себе Номьяхи. Интересно, что по этому поводу говорит. Нет, во-первых, это интересно то, о чем Аня говорила, это первое. А во-вторых... Что я, может быть, прослушал. То есть нам надо было вставить, то, что они вставили, чтобы действительно было понятно, о чем внешняя речь, когда они говорят на русские пароли и нейронические пароли. Ну да, значит... Нет, это-то понятно, да. Нет, Раша объясняет вот так вот... Чтобы объяснить, что... Раши так объясняет. Чтобы не подготовлены, да, об этом... Вот это Брайдер одно слово запрещает, и поэтому нам нужно вставить, иначе мечта не о чем-то. Да, мечта же уже запретировали, вот ровно то же самое. Нет, он говорит так, Раша говорит так, что Брайда подтверждает мнение Шимуэля, потому что она объясняет, почему нельзя то, что нельзя. Да, и номина мухан, вот это вот в прошлом конце. Да, что это из соображений мукцы. Да, да. А тогда... И тогда получается, что мы действительно имеем право вставить туда те вещи, которые не мукцы. А это что такое? А это вот уже бревно, которое сломалось здоровано. Ну, ладно, так. Накануне, заранее. Так, хорошо же. Поехали дальше. А что у нас будет уже? Ашка, что ли? Я говорю, быстренько, прощите. Следующее. Сейчас мы еще до нее не дошли. Так и расслабляемся. Прелумен. Так что, читать? Нет, подождать. Что? А, не шну я. Сейчас. Хотя, нет, ладно, знаешь что? Давай-ка, это сам, шлопки бы уже прозвучало. Давай, читай. Ну, прошу, ладно. А, у нее есть мама и папа. А, у этого, куфица. Куфица, шито. И, подожди, переведи, что тут. Кардон, кто этот кардон? Ну, вот этот сбоку нарисован. А вот эта вот кирка странная? Это, ну, такая, то ли кирка, то ли топорик. А, ну, у него, видимо, мама и папа, вот, понятно. Ну, да. Ну, хотя мама там очень относительная. Ну, короче, надо объяснить тем, у кого нету штанзальца. Это, ну, давайте, я просто на доске написаю, что я скажу. Примерно такая вот штука. Вот древка, да? Вот у нее, вот есть вот такая вот штучка, и вот, как бы, такая вот штучка. Вот это называется мама, а это называется папа. Ну, да. Почему? Нет, ну, в принципе, со штекерами это гораздо логичнее. Здесь мама какая-то странная. Ну, как раз нашли. То есть, такая у нас пикуласровая мама. Вот такая вот, да, вот такая суромая мама. Суромая мама. Ну, и ух да, что это так называется. Я только извиняюсь. И сказала Рафхинна Баршлейма от имени Рава, это учили только про его женскую сторону, как бы. Но про мужскую нет, можно. Да, вот этим острым концом, значит, можно, можно долбать дрова, да. А вообще для чего? Для рубки дров. Нет, нет, но другой стороной. Что? Другой стороной. Нет, подожди, мы сейчас говорим. Нет, женская, женская сторона обычно предназначена для рубки дрова. Ну, мало ли для... Гвозди. А, то есть, вот этой стороной можно... То есть, вот обычной стороной нельзя, а мужской стороной, как бы. А, а мужской стороной как раз таки и вполне... А, задолбаешься, а мужской стороной. Сейчас лучше куфитцем как-нибудь. Так, а куфитц как выглядит? Ну, куфитц... Подожди, беды, беды, куфитц это... Куфитц это... Куфитц это... Следующая фраза. Куфитц, думаю, примерно так. Нет, 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 это не то. Куфитц раньше не было. А! Это такой большой, широкий, мясницкий нос. Что? Ну, да, нет, она, конечно, поменьше. Ну, у нас там был этот куфитц, уже, наверное. Нет, он... Ну, я так понимаю, что у него рабочие резы за дно. Я так думаю, ну, так было бы логично. В общем, все очень просто. Э, подожди, пиши-то. А почему пиши-то-то? Да вот я не куфитц... Ну, давай разберемся, а что ты числишь, молчишь? Бакуфитц надо. Ну, да, я еще не прочла. Учили это все про куфитц. Нет. Сейчас. Я знаю, как... Ой, в Раши вообще-то... У Раши другой носок текста. И он объясняет что-то свое. Самому себе, а самому всему. Вот. Он объясняет, что... Пши-то эла бы куфитцна... В куфитц кула зи хрутьи. Куфитц это один сплошной папа. Ну, здесь вот Штенцальц тоже самое объясняет. Штенцальц не совсем то же самое объясняет. Штенцальц объясняет... Говорит, что мужская сторона этого самого картома, она вся как кофитц. Это он раз не читался. Это он зря совершенно объясняет. Потому что даже первое его объяснение гораздо внятнее. Что дэрэхшэнуй нутар. В смысле, что мы... Нам главная тема, это изменить как-то обычное использование. А парэто куфитц, да, обычным куфитцам дрова-то не рубим. Следовательно, то, чем мы обычно дрова не рубим, мы можем юмктов как раз рубить. И это как раз папа у этой, значит, сетиры. Ну да, а то есть, а то, чем мы обычно, да, рубим, другой стороной, нет? Другой стороной. Другой стороной, да. Но у Раши тоже интересная идея, что куфитц кула захлут, да, что как бы... Хотя я не очень понимаю, почему, на самом деле, он как бы такая широкая, все-таки, лезвие, кула захлут. Ну, в принципе, он как бы действительно как ножик, как ножик. Ну да, в теории, да. В этом смысле, в этом смысле, наверное. И поэтому, вот поэтому... Что он как бы сравнивает этот куфитц с этим запуском. Ну да, и поэтому он сравнивает не то, что как бы, чтобы шинуем, а то, что... Что он выглядит похожее. Выглядит так же, это самое. Ну, допустим, нет. А что бы быть, как бы... Ну да, стало быть, может быть. Может и так. Окей, это было пшито. Значит, на пшиту нам надо отвечать, за пшиту ответившим. Да, потому что как бы... Ну, пшит, это плохо, да, как мы все понимаем. Что если нам про нечто говорят пшито, значит, это не на чем было и говорить. Теперь нам надо объяснить, почему это не пшит. На какую, собственно, тему это отвечает. Да. Так, что-то совсем удивительное. Мало-то тема, типа, что мы этим хотели сказать. То есть, все это, все эти слова сказаны, собственно, про кофиц. Да. Но как же вот кордом и кофиц, который с одной стороны кордом, а с другой стороны кофиц. Ну да. Ну, вот эта захрутка, вот эта захрутка этого кордома, он как бы называют... Он тоже типа кофиц, да. Ну да. Он говорит, что Ганна, милый, и кофиц, и худый. Да, в смысле, что то, что говорилось, говорилось только про кофиц, кофиц как таковой. А тут у нас вроде как кордом, у которого с другой стороны кофиц. И тогда мы, Эйма, когда я скажу, если у меня кордом, у которого есть еще и кофиц, то я скажу... Я скажу, я сказал бы, да, почему не сшито, что этим концом можно убить. Потому что я скажу, с этой стороны запрещено, значит, с этой, наверное, запрещено. Камаш Муран, что можно, с этой стороны запрещено, с этой нет. Еще раз, еще раз, Камаш Муран, сложный для перевода оператора. Я шутку мучу, вот, это я перевожу. Вот, но идея там, идея как раз простая, он говорит. Это общий оператор, реально. Пшито, Маудутейма, Камаш Муран. Мы им говорим нечто, что нам представляется вроде бы как очевидно. Мы говорим, Пшито. Он говорит, нет, это не Пшито. Это не Пшито. Мы могли бы сказать, Маудутейминску, что мы могли бы сказать по этому поводу? Могли бы сказать, что, наверное, вот так вот это работает, а вовсе не так. Камаш Муран завершает дискуссию, говорит, что нет, возвращается нас обратно к началу. Все-таки так. Ну, грубо говоря, исходное положение. Мужской частью Пуфитса, мужской частью Пардунма можно выбирать на объеме. А они говорят, Пшито. Пшито. Это же как Пуфитс. Что я могу... Могли бы сказать, что раз эта страна звучит, а вот эта страна звучит. Камаш Муран, что эта страна все же звучит. Да, понятно, понятно, понятно. Ой, вы икаде мотнела ассейфа, элла бы кофиш. А, вы икаде мотнела ассейфа. Это как? Это у нас было уже. И, по-моему, ты даже при этом была. И даже мы, может быть, в йоме такое что-нибудь учить похожи. Я покажу. С конца начала тогда. А, а некоторые учат, как бы, эту лаку... Сейчас. Шиворот на выворот. А, шиворот на выворот, да. Ну, ассейфа применительно к концу мишни. Ассейфа. О, к конце. Типа элла бы кофиш. Да. У нас мишня... Сказано, что нельзя тем не рубить не за этим, а можно только к пицам. А если мы будем учить по-другому, да? Да. Теперь некоторые применяют похожий стиль рассуждения к концу мишни, да? Там сказано, нельзя... Значит, первая, первая, первая позиция у нас была такая. Вы лобок ордом, да? Нельзя рубить в топорик. А он говорит, а, это вот эта страна нельзя, а той страна можно. Ну, и так далее, и так далее, и так далее. Теперь он говорит, а давайте привяжемся не к началу, а к концу, к тому, чем нельзя, к тому, чем можно. Давайте посмотрим, что получится. А сейчас вот они будут смотреть. Ну, да, да. Амар Равхинана Баршлима, Мишмедера, опять сказал тут, что Равхинана Баршлима, ты не нерава. Лошану, элла безахрут шелу, а вальбенаквут шелу асури. Значит, где у него наквут, так? Векопит, мы же считаем, что у него нету. Это, вейло бы кардонтно, мауды тейма, а не мили кардонтно. Перебиль, ты чести, чести. Сейчас, сейчас, давайте, давайте. Это самое очень... Ну, как бы то же самое. Где у Куфити-то? Да. То же самое, все эти слова, но все навало. Сейчас, я хочу просто записать одно видео. Сейчас. Сейчас. Давайте дойдем в этот Куфити, что ли? Я, может, не... Жизнь я не понимаю. Да про штыкеры-то оно понятнее. Про штыкеры. Ну, обычно. Мама – это розетка, а про штыкеры. Понятно, почему. А вот как Скорфитин – и понятно. Они нарисованы. Вот он нарисован на странице 118-й, где взвешивают там все. Там он, насколько ненятным нарисован, что где у него мама, где у него папа, совершенно непонятно. Какая страница? Какой-то малый слез. Ну, вот он выпьет. Это вот этот Кокфитин? Ну, а толку? Да, ничего, ничего. И где у него мама, где папа? То есть, получается, что может быть что? Может, у него острая сторона. А это, может быть, это папа, а рукоять мама? Нет, а может быть, острый-острый стороной вот так? Да, я думаю, вот так. Вот этим можно, а вот этим нельзя. Да, ну, если колоть дрова тупой стороной. Не тупой стороной, а стрием. Вот так, вот так. А, вот так, вот так можно. А, понятно. Ну, в общем, заранее нарубил. Ну, и он, нафиг, у прожить не отцу. Там кто-то мама, кто-то папа. Ну, ты переведи все это, пойдем. Учили только про мужскую его сторону, но про женскую его сторону нельзя. Женке нельзя даже. Казалось бы, это очевидно. В смысле, что мы не про хардом учим? Нет. Нет, мы учим, что хардомом нельзя. А. И поэтому очевидно, что женской стороной куфица тоже нельзя. А, понятно. Ага. То есть, что вы хотели сказать? Ну, это, кстати, прочти, прочти. Ты же что-то делаешь? А, я не прочла? Важно, нет. Да. В лоба кардом к нам. Маут де тыма. Ганемиле кардом. А валькуфитшвы кардома им. Мигоды айгиса шары. Гаэгиса нам ашары. Камаш мала. Ага. Значит. Значит, начинаем мы с того, что с женской стороны нельзя. Это пшито. Они стали... Они говорят пшито, потому что это похоже на кардом. Угу. Да? На сетью. И что здесь можно было бы сказать? Когда я мог бы сказать, что... Эти слова про кардом. То про кардом. А вот когда куфица и кардом в одном стакане... В одном стакане. Хорошее слово, да. То вот как же тогда? Тогда с одной стороны... Тогда я мог бы сказать, Эйма, да? Да. Что с одной стороны можно. Раз с одной стороны. Ниго, да? Раз с одной стороны можно. То есть с другой стороны... С другой стороны тоже можно. А однако же нет? От хамашмана. В смысле, что нет. Да. От хамашмана. В смысле, что возвращаемся. Да. Я все равно не понял про маму по кардом. Но... Да, рука фрица. Но... Ей про папу-то не до конца. Не до конца. Понятно. Очень странное гендерное сознание. Да. Гендерное сознание всякие... Такая жесть. Ты, наверное... Ржавый же виза. Ржавый же виза. Не стало понятнее. Поехали дальше. Давай встряхнем в себя этот горечечный бред. И пойдем в следующую мишну. Там уже будет несколько... Неотвратительные сущности. Так. Неотвратительные сущности. Понятно, о чем. Ле-Хатхилов и Нотэль. Угу. Так. Вот это подглядело, что в нем... Это самое... Подглядело хорошо. Рассказывай, что происходит. Дом, который был полон фруктами. Аббар какой-то... Ну, типа того, да. Со всех сторон закрыт. А дальше в нем сделалась дырка. Ну, да. Прохудился каким-то образом. Угу. Мышь-то. Не знаю. Ну, может и мышь. Может еще кого-то нет. И можно брать, значит, можно брать вот из этой дырки. В емках, да? Наверное. В емках, в емках, конечно. В смысле, что можно не идти через дверь? Дело не в этом. Дело в том, что... Нет, я пытаюсь понять. Нет, дело не в этом. Дело в том, что, смотри, когда там... Я так понимаю, что в чем дело? Что когда это байтмалектуроот, это амбар, это склад, этот склад на хранение. Он вообще без дверей. Он как бы... Дело даже не в том, что есть у него двери или нет. А дело не в том, что есть у него двери или нет. Он не предназначен для пользы вообще. Это склад долговременного хранения. Угу. Значит, ну. Ну, может, наверное. Значит, он какой-нибудь... Из-за него из него эти варенья брать? Только зимой, да. Вот на этом варенье. Теперь мышка бежала, костика махнула. Значит, дырка появилась. Варенье. Вот прямо на тебя глядит вот это вот самое варенье. Вот это варенье ты можешь взять. Говорит тебе Раби... Не знаю кто, а Танакам. Раби Мейер умер, а в пухет вы отхила, вы на тыль. А Раби Мейер говорит, что нет. Пускай вот... Нет, 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 а наоборот, та же. А что, если ты отначально откроешься? Да. Потом можешь брать. Ну. Так что ли? Да, он говорит, что ты можешь вообще не... Не обращай внимания, там, какая разница, варенье там на зиму или не варенье. Ты открываешь и берешь. Угу. Что? Да. Ну, когда это яблоки. А, интересный вопрос, но... Дырку, Раби Мейер может быть раздевать? Может, там и дырка, может, там и дырка. Ну, понятно. Сейчас, сейчас мы посмотрим. Это... Сейчас, секундочку. Во-первых, во-первых, это ровно тот вопрос, который прямо тут же обсуждается в Раби Майе первым делом. Там он первым. Да, давайте. Я думаю, подойдем. Амай, да? Амай. В-а-ка-стар-а-га, да? Да. Амар-ра-б... Эй, подожди, бля, ты же вопрос-то задай. Амай, почему так? А как же можно... Он же тогда... Откроет дом? Рушит шатер. Шатер. Да, разбирает. Ну, это... Ну, постустроение, да. Если он проделывает дырку, если он скрывает этот запечатанный амбак по Раби Майеру, по Раби Майеру он вроде бы может его просто проделать дырку. И если вы ориенец, он лучше себя ориентировать. То есть проделывает, там нет дверей, как-то... Вот я не понял, проделает, похож как-то нет. А там нету нигде, ни в каких... Сейчас, ни в каких... В каких-то, ни в каких-то, ни в каких-то, ни в каких-то... Ну, в общем, тут пока ничего не объясняется. Странно, что нет никакого рисуночка. К этому байтам. Что делать, если мы вообще не вступим? В конце главы обычно есть указатель на конец главы. То есть, я не вижу. Чувачий, да? Мы ему отправили в первую сказку. Да, давай с Тараду. Алла, не знаю, реально пока мне непонятно, почему он запечатан, но вот он так. И для того, чтобы до него добраться, нужно его реально проделать дырку. Ну, да. А когда он проделал дырку, то касаторова, да, да, разрушает строение. А это нельзя делать. Амар это какого. Амар равна хуми бар а, да, Амар шмори. Баавира де либейну ини. Баавира де ливны. А, ты что-то с кирпичами шла? А, вот как интересно. А, если он сложен из кирпичей без звездки. Без звездки. Ты просто так кирпичик поднимаешь, а шмирок антик. Совершенно верно. Какая-то часть темы сложена на живую, доживую. Кирпичи есть, а они ничем не скреплены между собой. А кто же это так строил? Отсобые умельцы. А кто эти церкви деревянные без единого базы отстроил? О! А что такого-то? Ну, ты положил аккуратненько? Нет, без звездки нормально капу. И ты тогда можешь аккуратненько вылез. Кирпичик другой, что туда пролезло баночка варенья. Ну, вот иногда вроде как это не получается стирать. Окей. ИНИ, он говорит, ну, что такое ИНИ? ИНИ, что такое ИНИ? Ну, не понял. Ну? Ну, как же? ИНИ это максимальный предел изумления, так сказать, «Да как же ж?» Дальше прибудет источник, который это опровергает. ИНИ, что здесь написано. ИЯТУР. 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 ИЯТУР мебеньяна. ШАРЕЛЕТАЛ ТУЛИНГУ. ШАБАТ. КОИЛЬ. в Эхазе Лемизга Алайгу. Лемизга Алайгу, да. Давай поймем, что здесь написано. Это значит такие кирпичи. Это речь идет о кирпичах, которые... А вообще кирпичи просто обычные кирпичи. Да и Ятур Мебиньяна. Вот ты строишь. У себя дома строишь сарай из кирпичей. Да? Во дворе. И вот ты всю рабочую неделю ты его, как папа Карла, значит, строил этот сарай. И построил. У тебя стоит сарай. Еще лежит два десерта кирпичей, которые остались от этого дела. Это вот это самое и есть. Ятур Мебиньяна. Строительные остатки. Да. Шаэлит альтениму башапта, гуильвы хазали мизгу Алайгу. Может, значит, в шаббат туда-сюда, да. Потому что. Или это потому что. Ну да. Сейчас, гуильвизга. Гуильвизга, это можно на них сидеть. А, ну да. То есть их можно в шаббат передвигать и себе такие сиденья. Да. Например, устраиваешь, что на себя урок толкнули. Ну, например, да. Вот все вот это вот. И все мы стыка по кирпичу. Да, но это не то, что нам надо. А нам надо вот совсем другое. Следующее. Шарагингу. Водай Акцингу. Угу. Чего? Ну, если у нас теперь, вот теперь, если они, вот тут как раз наоборот, чем с дровами. Как раз наоборот, чем с дровами. Если у тебя по двору валяются, кем-то чипом, вот так, то ты можешь делать с кем-то, что хочешь. Любое дело. Ну, любое разрешенное дело. Значит, в субботу и в субботу и праздник. Да, но если ты, наоборот, положил их уже стопочкой, вода Акцингу, да, ты уже наверняка и сделал муфцы. А ты веришь, разобрать целую стенку, разобрать. Пусть она даже и без звезд. Э-э-э, куда? Ну, ну, да. А, то есть, если ты уже как бы собрал стопочку, то уже там просто... Собрал стопочку, это уже типа как здание. Сиденье сюда. Да, это практически здание, мы нельзя уже разбирать. То есть, если ты собрал стопочку? Да, 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 все. А так валяется? А так валяется, вроде можно. А с дровами наоборот? С дровами наоборот. Да, а с дровами въем, наоборот, да. А в шаббат, как раз ровно-кадежно. Вот, в смысле, в шаббат ты же не можешь готовить на этих дровах. Въемки ты можешь. Вот. А в стульчике не можешь. Нет, еще, если... Я думаю, что с дровами будет та же самая фигня. Та же самая фигня, как с кирпичами. Если они валяются по двору хаотично, то ты можешь их использовать в качестве стула. А если они сложены в поленицу, в шаббат, ты уже не можешь их никак использовать. А въемков, наоборот, как раз можешь. Как дрова. Взять их пойти, как дрова. Вот. А разбирать, сделать из них стульчики, как раз не можешь. Это уже отдельный вопрос. Но у нас пока с кирпичами, с кирпичами заморочены, да. Ты мне говоришь, что вот у меня есть такое строение, на живые кирпичи построены, да, без беззвездок. Я тебе помогу вытащить оттуда два-три кирпича. Залез лапой, вытащить банку сваренья, говорит. А, говорит, а как же таки? Да, я даже если в стопочку эти кирпичи сложу, уже нельзя их подбирать. И трогать даже нельзя. А ты говоришь, мне прям вынт. Вообще. Ну, интересно. Ну, они говорят, что сейчас будут отмазываться. Так, и почему же? Понятно. Сказал Рабизейр, что речь шла о ем-то виа, а не о шабате. Им никому не приходило в голову делать свои сбережи? А это такой склад специальный, это как копилка эта, которая, где-то свинешка, которую уже надо разбить, чтобы брать то варенье. Это странно вообще, на самом деле. Это действительно странное помещение, с которого нету двери. Это странное вообще. Потом при генетингу дочек, да. Нет, а почему? Собственно, если оно действительно сложено из кирпичей, как бы без извести. То есть, именно сделано закрыто специально, чтобы во все дни вынимать. А вот в шабах нельзя? Нет, их вообще нельзя, они вообще не вынимаются. Они не нужно знать. Да, когда-нибудь через, там, через, там, я знаю, три месяца придет, у тебя бродячий торговец вареньем. И тогда ты все это, все это дело довольно быстро разберешь просто так. И продаешь ему это варенье. А ты не имел в виду его сам использоваться. Ну, или зимой, когда все... Ну, это опять же зимой тогда, да. Или вот в сыровый и дворский мороз. Да. Ну, что там в роли, да. Явно какой-то склад был до времени на хранение. Я тоже не понимаю, от чего нет, где. Но, но, но это очевидно совершенно некоторая, некоторая вещь, потому что ты забыла ключ выбрать. Это вон еще и малый перот. Понятно, что у меня перот. Что там с теми сухофрукты или что там? Перот – это все что угодно. От зерна до сушеных пицц. Это может быть все что угодно. Нет, перот вообще это любая сельскохозяйственная продукция. Все что угодно. Ну да, еще вот это амбар. Это амбар, это как бы эта вещь, которая может у тебя там вообще какие-нибудь там это самое, семена для засева в следующем году. Ну да, это сначала все складывали, потом вы кубни в амбар, что или? Ну от дождя. Ну может и так, да. От дождя, от зверя. Не разворовал всякие звери. Как раз логично. Он говорит так. А дальше кирпичком бы так углажил. А тут в Йомтов как раз не докончилось. Тут они говорят так. В Йомтове умру, а валь вешпад. То есть он говорил, что это речь идет о Йомтове, но не о Шаббате. Да. Когда в Йомтове написано явно, что про Шаббат. Где? Ну вот здесь. А, нет, здесь про Шаббат, а Рабния про Йомтов. Да. В смысле про Йомтов, так делать можно, а в Шаббат так делать нельзя. Ну да, потому что... Он говорит, Рашик говорит так. Там интересно изучить тост. Это я, может быть, дома сделаю уже на следующий раз. Потому что там есть некоторый спор Раши и тост. Рашик говорит так, что у нас есть как бы два конфликтующих... Как у нас всю дорогу в Йомтове, у нас есть два конфликтующих, так сказать, предписания, симфат Йомтове. И некий субботний запрет. Он говорит так. Поскольку это относится не к субботним запретам истории, а к субботним запретам Дарабонам, ну вот это то, что Равнатман здесь придумал, да? То симфат Йомтов перевешивает это все и позволяет в Йомтове вытащить это самое и навести себе, значит, поделать его в Шаббат. Но у ТОС, вот я вам другое мнение, надо потом их прочесть. Я сделаю это к следующему. Мы сейчас все равно довольно скоро закончим. Ну да, с судьи до конца мы явно не успеем, она справедна. Знаете что, давайте, я сегодня немножко тороплюсь, давайте мы закончим на этом. А я чуть-чуть лучше подготовлюсь, я прочту тушу. И к следующему разу мы посмотрим, что там, что там как. Это должно быть интересно. Да, давай. Так, все, можно выключить. Спасибо. Спасибо.